Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Герцовская. Сейчас мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» познакомят вас с новостями нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Олимпиада в Рио. Как спортивное событие коснулось рязанцев? На Северной окружной начали возводить тросовые отбойники, а на улице Есенина близится к завершению реконструкция моста. Необитаемый остров, поселок в Рязанском районе оказался отрезанным от цивилизации. Даже люди, не имеющие отношения к спорту, сейчас прикованы к экранам телевизора. Допинговый скандал, отстранение легкоатлетической сборной России от участия в Олимпийских играх – все это является только начальным звеном в нескончаемой череде событий. Теперь миллионы граждан России взволнованы отношением к нашим спортсменам в ходе самой Олимпиады. Переживают за российскую сборную и рязанцы. Подробности в материале Марины Комиссаровой. Олимпийские игры – кульминационное событие в жизни любого профессионального спортсмена. Скандалы вокруг российской сборной в преддверии летней Олимпиады в Рио не оставили равнодушными, пожалуй, никого. Бороться за медали в условиях жесткой конфронтации сейчас пытаются получивший допуск на Олимпиаду спортсмены, и уже это делает их героями в глазах болельщиков. Смотрите Олимпийские игры в России? Смотрю, вообще непонятная история. Там нас вообще засудят. Ну хорошо, если седьмое место мы заработаем вообще, то дай бог. Тот маразм, который был перед Олимпийскими играми, уже, по-моему, даже оценивать не стоит. То, что эта кампания была организована, по-моему, всем ясно, даже тем, кто ее организовал. Но наши молодцы. Вопрос об отношении к российским спортсменам в ходе Олимпийских игр обсуждается на федеральных каналах, в обществе, всюду. Например, вызвало вопросы адекватность судейства во время схваток российской дзюдоистки Натальи Кузютиной, которая проиграла японке Мисата Накамуре в четвертьфинале. И особенно Дениса Ярцева в схватке с грузином Таталашвили. На мой взгляд, и в схватке с Денисом Ярцевым можно было дать япону, с бельгийцем. И он бы продолжил схватку за выход, он уже боролся бы за выход в финал. И приблизил бы нас к золоту и себя тоже. С Наташей тоже самое. Ну, знаете, как мы... Просто между Вазарией и Японом очень маленькая разница. Да, и здесь субъективное мнение судей, оно тоже влияет очень сильно. Россияне представлены во всех семи мужских весовых категориях и в пяти из семи женских. Главной надеждой сборной был рязанский спортсмен Михаил Пуляев, который вышел из борьбы за медаль после первой же схватки. Где-то произошло на психологическом уровне, потому что, конечно, после двух финалов на чемпионате мира мы все надеялись, я думаю, что и Миша понимал, что он может быть в финале, он может быть в тройке однозначно. И здесь, порой, знаете, 20 лет, идя к какому-то, к своей мечте, ты вот за шаг до мечты, ты где-то не то чтобы дрогнул. А ты понял, что она вот настолько близко, настолько рядом, что ты не поспал две ночи, да, и ты уже не тот. Между тем, уже тот факт, что Михаил принял участие в Олимпийских играх, подтверждает его статус великого спортсмена и дает нам повод в очередной раз гордиться своим земляком. При этом в копилке российской сборной к сегодняшнему дню уже две золотых медали, завоеванных дзюдоистами Бесланом Мудрановым и Хасланом Халмурзаевым. Несмотря на сложную ситуацию и отношения к спортсменам, россияне борются и показывают высочайшие результаты. В спортивной гимнастике, фехтовании, плавании, а мы продолжаем поддерживать их и болеть за своих героев. К настоящему моменту сборная страны находится на седьмом месте в общекомандном зачете. У наших спортсменов 12 медалей. Три золотых, шесть серебряных и три бронзовых. В эти дни продолжается ремонт северной окружной дороги. Производится замена дорожного покрытия. В некоторых местах появился новый асфальт. Одновременно с этим там началась установка тросового ограждения. Оно должно разделить встречные полосы движения на всем протяжении дороги. Все работы на северной окружной, по словам представителей администрации города, будут завершены до 1 сентября этого года. Северная окружная дорога считается одной из самых опасных в нашем городе. По сводкам ГИБДД на этом участке, каждые полгода в результате аварии погибает несколько человек. Основная масса происшествий происходит на крутом повороте рядом с Канищева. Там машины часто вылетают навстречку. По этой причине и назрел вопрос об установке разделительного ограждения между встречными потоками. Тросовое ограждение, оно обладает удерживаемыми способностями, и оно позволит удержать автомобиль на своей полосе, не выкинув его на встречную полосу. На установку ограждения будет потрачено 11 миллионов рублей из городского бюджета. Работа будет произведена в несколько этапов. Нанесение ориентировочной разметки, установка закладных деталей в асфальтобетон и анкеров. На них будет крепиться верхняя видимая часть конструкции. После этого уже будет натянут трос. Больше месяца в Рязани проводится ремонт моста на улице Есенина. Этот участок дороги является для многих автомобилистов ключевым звеном по пути на работу в магазин или домой. Планируется, что работы по ремонту моста завершатся до 1 сентября. За прошедший месяц рязанцы научились разными путями справляться со сложившейся ситуацией. Наш корреспондент выяснил, какими дорогами вынуждены передвигаться горожане и успеют ли рабочие сдать отремонтированный мост вовремя. В течение всего лета по одной из самых оживленных магистрали города не спеша курсируют только пешеходы. Этот путепровод реконструкции ждал давно. Его не раз признавали аварийно опасным, а саму зону называли чрезвычайной. Теперь мост ждет свой второй день рождения. Рабочие уже заменили каждую балку и каждую опору, а до этого приходилось пробираться сквозь разрушившийся цемент до металлических конструкций. Их необходимо было обработать от коррозии, и только потом можно было приступать к восстановлению. Самый большой и трудоемкий процесс по заливке плиты нового моста уже выполнен. Главной особенностью является то, что мост теперь станет гораздо легче. Здесь убран полуметровый слой асфальтобетонного покрытия, который накапливался в течение не одного десятка лет. Также убрали тяжелые тротуарные блоки. Взамен поставили специальные легкие барьерно-перильные ограждения из алюминия. Они конструкцию нагружать не будут. Из того, что осталось сделать до конца месяца, это закончить плиту перекрытия и провести работы по устройству гидроизоляции и асфальтового покрытия. Асфальт, кстати, является примером нового образца. Аналогичный можно увидеть на мосту через реку Павловка, который отремонтировали в прошлом году. Кстати, по открытии движения ремонт продолжится, но уже снизу моста. Город его даже не заметит. Работы ведутся и днем, и ночью. Трудится здесь 25 человек. Потерпеть осталось недолго. К 1 сентября обещание открыть реконструированный мост выполнят и пустят движение по обновленной дороге. А пока больше десятка маршрутов общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси едут в обход. Многие автомобилисты уже смирились с перекрытием одной из главных дорог города, соединяющих два района и объезжают ремонтирующийся участок здесь, по Горбатому мосту. Который, кстати, тоже, возможно, вскоре потребует ремонта. Любой автомобилист признает, что дорога здесь не балует колеса автомобилей ровным покрытием. Главная проблема городских автолюбителей – состояние дорог в Рязани. Эта тема на устах у горожан бьют тревогу и средства массовой информации. Но в стране часто остаются дороги за пределами города, ведущие в разные деревни и села. По одной из таких проехалась наша съемочная группа. Правда, не с первого раза. Вчера попытка доехать до Шевердиновки не увенчалась успехом. После дождя дорога пришла в катастрофическое состояние. Обо всем подробнее в следующем сюжете. 21 век. Деревня Шевердиновка в 15 километрах от областного центра оказалась отрезанной от жизни. Потому что после даже небольшого дождя полноприводный автомобиль не в состоянии проехать сюда. Поехали? Грунтовая дорога, ведущая от железнодорожной станции Зеленево к Шевердиновке, единственный путь, связывающий населенный пункт с миром. Всю жизнь жители сами поддерживали дорогу в должном состоянии. Помимо основной, которую своими силами присыпали щебенкой и строительными отходами в самых критичных местах, были две объездных дороги, проложенных параллельно с основной в поле. Они зарастали травой и в случае сильной непогоды позволяли проехать автомобилистам, не увязнув в раскисшей земле. Сейчас дела обстоят иначе. К деревне ведет всего одна узенькая дорога, оставленная неизвестным земледельцем среди распаханной целины. Дорогу не то, что перепахали, а просто определенные стандарты. Я думаю, не менее пяти, я не специалист, но не менее пяти метров должна быть ширина, чтобы мы разъехались. Я уже дважды попадал, особенно вчера в дождь. Как мне разъехаться? Мне пришлось отъезжать метров на 70, а то и на 100 назад, потом сдавать. Даже по более-менее просохшей дороге проезжать сплошное испытание. Я в этой деревне уже давно, у меня отсюда родственники, бабушка и дедушка. Но такого проезда в деревню никогда не было. Было как проедешь там, сейчас чуть дождик, все уже по передней прибыли на колене я не могу проехать. Некоторые люди живут здесь с самого рождения. Никогда им не обещали даже немного помочь с дорогой. Всегда справлялись собственными силами. Но с такой бедой столкнулись впервые. Дорог нет у нас. Ни туда, ни сюда, никуда. Ни на чем не проехать. И не пройти даже. На электричку идешь прям. Сейчас вот опахали. Тут травка была у нас, не пахали ее. Ходили по травке. Дождь прошел, хуже ползком ползи. При этом населенный пункт развивается. Жители ездят отсюда в областной центр. Кто-то на работу, кто-то по делам. Конечно, вот эта вот ситуация с дорогой просто возмутительна. Потому что вот у меня дети, мы не можем спокойно проехать в город. Сами знаете, с детьми всякое может случиться. Вот что еще хочется сказать. Мы здесь намерены жить постоянно. Мы построили здесь дом. У нас здесь есть земля. Мы можем даже здесь открыть малое предпринимательство. То есть деревня развивается. Мы и наши дети намерены здесь жить. А это отношение показывает, как будто нас здесь нет. Двухкилометровый путь после любого дождя оказывается непреодолимым не только для автомобилистов. Дорога после дождя буквально как масло. Ноги буквально вот так вот разъезжаются. Я утром вон там упала, пришлось уколоться около платформы, замываться все. При этом проехать сюда, в Шевердиновку, не сможет даже скорая помощь. А учитывая, что здесь постоянно проживают пожилые люди и семьи с маленькими детьми, согласитесь, это немаловажная проблема. Делали мне операцию. Вчера надо было ехать на перевязку. Дождик парпаром. Проехать нельзя. И что теперь делать? Здесь еще нога болит. Я пешком не могу идти. И что делать? Там дорога-то видели какая? Бездумно вспаханное поле и отсутствие дороги возмущают жителей не просто так. Все они помнят, как несколько лет назад загорелся сухостой. И всей деревней тушили огонь, не дав ему подобраться к домам. В случае крупного пожара теперь им просто негде будет взять воды. Здесь, буквально в 100 метрах от деревни, раньше был поворот к противопожарному пруду. Теперь, чтобы попасть к нему, необходимо делать крюк в 3 километра. А иногда бывает дорога каждая секунда. У нас здесь есть пруд. Две деревни принимали участие в его создании. Мы с удовольствием им пользовались. Конечно, он еще, кроме такого к детям отношения, что мы можем купаться, ходить, он имеет еще пожарное значение. Сейчас, к этому ни одна машина не может проехать. Пока ни на одно обращение с жителей, местные власти никак не отреагировали. Мы попробовали связаться по телефону с главой Рязанского района. Но в приемной Наталье Жуневой уже второй день отвечают, что она на совещаниях. Подошла к концу полярная экспедиция рязанских путешественников в северной части Норвегии. Она проходила на обширном архипелаге, носящем название Шпицберген. Руководитель экспедиции, знаменитый путешественник, исследователь Русской Америки, герой России Михаил Малахов вышел на связь, чтобы поделиться новостями. Экспедиция Рязанского отделения Русского географического общества завершила работу у северных берегов Шпицбергена и направляется через пролив Хенлопен на юг. Обследованы все места установки и найдены все сохранившиеся сигналы российско-шведской экспедиции 1898-1902 годов. Руководитель экспедиции Михаил Малахов во время очередного сеанса связи со Шпицбергена рассказал, что научная часть его экспедиции завершена. Все поиски и измерения проделаны. Наша экспедиция продвигается медленно, но упорно на юг. Сейчас я веду этот репортаж с горы Хамстен. Это уже не группа семи северных островов. Это уже очень большой остров северо-восточной земля. Здесь расположен сигнал, который мы видели два года назад. Мы видели издали из-за кромки льдов, которая тогда остановила наше движение на север. А сейчас мы стоим около сигнала каменного сооружения высотой почти 2 метра. Рядом валяются остатки металлического сигнала, остатки лагеря. Мы стоим в самом настоящем историческом месте. Этот сигнал здесь стоит с 1902 года. По словам путешественника, несмотря на то, что экспедиция движется на юг, погода становится все холоднее. Если в начале подъема шел дождь, то сейчас и здесь, а на вершине, на высоте почти 300 метров, уже идет снег. Ледовая обстановка такова, что льдины, которые небольшой северный ветер несет к югу, уже не помешают экспедиции полярный меридиан войти в пролив Хенлопен и взять курса на столицу Шпицбергена, поселок Лонгир. В этот населенный пункт, где расположен аэропорт, рязанцы должны прибыть 18 августа. В июне некоторые из рязанцев прошли тест на эрудицию. Вероятно, для многих это было полной неожиданностью. К нам в город приезжал знаменитый ведущий Алексей Жиров с телевизионной программы «Бегущий косарь». Съемочная группа в прямом смысле слова оббежала наш город и раздала рязанцам 120 тысяч рублей. Смысл прост. Горожанам и гостям города нужно было правильно ответить на нехитрые вопросы. За это они и получали деньги. Сегодня программа с рязанскими умниками выйдет в эфир. Увидеть ее можно будет на телеканале Че. Не зная города, бригада «Бегущего косаря» избрала стратегически правильное решение – начать свой денежный марафон с самого центра Рязани, от фонтана на площади Театральная. «Бегущий косарь» – это уникальное интеллектуальное шоу, не имеющее аналогов по той лишь причине, что вопросы, задаваемые ведущим, неожиданны, но довольно просты. Главное не мешкать и отвечать быстро, иначе заветный косарь скроется за горизонтом. Вам надо закончить известное выражение – хватит морочить. Еще рублей важно. Многие рязанцы отказывались отвечать на вопросы, смущенно, уворачиваясь от микрофона или даже боялись брать честно выигранные деньги, настороженно спрашивая, а не развод ли это. Но главная задача программы «Бегущий косарь» – это поднять людям настроение. Получит человек деньги или нет – это совсем не важно. Главное, чтобы он улыбнулся. «Бегущий косарь» будоражил рязанскую общественность вплоть до самого вечера, нарезая километры по улицам города. Как признался сам ведущий программы Алексей Жирнов, они старались не просто снять передачу, а еще и показать красоты Рязани. А у нас их предостаточно. Посмотреть на себя рязанцы смогут в новом сезоне «Бегущего косаря» 10 и 24 августа в 21.00 на телеканале Че. Это все новости, которые мы приготовили для вас на сегодня. Сегодня мы будем и дальше следить за развитием событий, чтобы вы оставались в курсе происходящего в нашем городе. Я с вами прощаюсь и желаю вам хорошего настроения, успешной работы и приятного летнего отдыха. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин